Собственно говоря, расскажу, как эта история развивается. У нас уже достаточно большой опыт. Три года наблюдений за пациентами, за первыми нашими, которые принесли эмболизацию левой желудочной артерии. Действительно, малоинвазивная хирургия, наверное, сейчас развивается во всех областях, в том числе и в бариатрической хирургии имеет место. Да, здесь есть определенные преимущества, они совершенно очевидны. Это, собственно говоря, и более быстрая реабилитация, и то, что ряд из них обладают полностью обратимым эффектом, и действительно, они иногда могут быть даже амбулаторными. Если мы посмотрим на количество этих методов, часть из них имеют уже только историческое значение, часть из них находится в стадии разработки. Тем не менее, мы видим, что попыток создать малоинвазивные бариатрические методики достаточно много, поэтому действительно какие-то более удачные, наверное, заслуживают определенного интереса. Опять же, напомню, что эмболизация левой желудочной артерии в хирургии совершенно методика не новая. Эмболизация левой желудочной артерии впервые была использована во второй половине прошлого века, когда сгустком собственной крови пациента, эмболизировав левую желудочную артерию, остановили кровотечение из язвы желудка. Интересные наблюдения представлены были в 2013 году, когда оказалось, что пациенты, которым делали по поводу кровотечения желудочного, эмболизацию левой желудочной артерии, снижали вес в значительно большей степени, чем пациенты, которым кровотечение останавливалось каким-либо другим методом, порядка 8% за 3 месяца, но это были пациенты, которые не обязательно имели избыточную массу тела. На животных моделях было проведено большое количество экспериментов, использовались разные варианты химической и механической эмболизации, и самое главное, действительно было отмечено во всех исследованиях существенное снижение веса у группы вмешательства по сравнению с группой контроля и снижение уровня грелина. Да, мы сегодня очень много говорим о гормонах желудочно-кишечного тракта, мы говорим о том, что желудочно-кишечный тракт – это огромное гормональное поле, столько гормонов, сколько ЖКТ вырабатывает, ни одна классическая эндокринная железа не секретирует, и грелин – один из хорошо изученных, исходно был известен как стимулятор секреции гормона роста в тыщиковом состоянии, и действительно оказывает один из гормонов, которые влияют на формирование чувства аппетита в плане его повышения. На животных моделях было показано, что уровень грелина значимо снижается после проведения эмболизации левой желудочной артерии, и когда мы с вами смотрим гистологические препараты, мы видим, что действительно количество клеток, которые экспрессируют грелин, уменьшается после проведенного оперативного лечения. Это на свиных моделях было выполнено исследование. Нужно сказать, что после бариатрических операций изменение уровня гормонов желудочно-кишечного тракта также является одной из причин ремиссии сахарного диабета. Это влияние и на уровень глюкогоноподобного пептида 1, и также влияние на уровень грелина, который подвергается воздействию при тех методиках, которые на сегодняшний день имеют наибольшее распространение. У человека впервые в 2013 году были представлены результаты. Использовались на тот момент частицы, содержащие поливинил алкоголь средней величины, и исследования при наблюдении в течение года пациенты удерживали вес, и что очень важно, у них не было осложнений. На сегодняшний день достаточно много исследований проводится. Часть из них завершена, часть из них продолжается. Статей стало больше. Я вот специально перед сегодняшним конгрессом посмотрела, даже все прочитать не успела. Попытки проводятся. Группы, как правило, маленькие. Так же, как и у нас, методика экспериментальная. Мы действительно поставили достаточно такую амбициозную задачу не просто оценить антропометрические показатели. Да, конечно, вес, индекс массы тела, окружность талии и бедер имеет очень большое значение, в первую очередь для пациентов, но нас очень интересовали параметры метаболического здоровья. Те гормоны, которые, собственно говоря, говорят нам о количестве опасного висцерального жира. Поэтому мы посмотрели лептин. Мы посмотрели высокомолекулярный адипонектин, который коррелирует обратно с массой висцерального жира. И, конечно, мы посмотрели грелин, чтобы оценить эффективность наших вмешательств, насколько мы действительно достигаем в данной ситуации результата. Да, мы оценивали показатели углеводного обмена, потому что большая часть пациентов, которых мы брали на эмболизацию, они исходно имели сахарный диабет или преддиабет и исследовали состав тела пациента, что тоже крайне важно, при помощи биоимпедансного анализа. Мы брали пациентов, к сожалению, второй и третьей степени. Второй степени – при наличии сопутствующих метаболических нарушений обоего пола. Пациенты, в которых анестезиологи не выявляли каких-либо противопоказаний к оперативному лечению. Самое главное – это были пациенты, которые уже пытались снизить вес при помощи консервативных методов и потерпели неудачу или имели временный эффект. Противопоказания к проведению манипуляций – это предшествующие хирургические вмешательства на верхних органах, верхних отделах желудочно-кишечного тракта, эрозии, язвенная болезнь на момент, непосредственно перед проведением вмешательства тромбоцитопении, значимое атероскотическое поражение чреванного ствола или верхней брожечной артерии. Такие пациенты нам не попадались. Ну и, собственно говоря, такие классические противопоказания к ангиографическим процедурам или бариатрической операции. Исследовали мы достаточно много маркеров из неклассических. Мы оценивали уровень грелин и адипонектин. И, собственно говоря, наверное, это самая интересная часть нашего исследования. Ну и, помимо этого, проводили пациентам биоимпедансный анализ. На сегодняшний день у нас есть наблюдение за 23 пациентами. Часть из них имела морбидное ожирение. Еще раз повторюсь, часть ожирения второй степени. Средний вес для такой маленькой группы, наверное, не так интересен. Но разброс от 95 до 220 килограммов. И индекс массы тела, соответственно, от 36,7 до 71. У 40% сахарный диабет, у остальных нарушение углеводного обмена в виде преддиабета. Исходно мы оценивали анатомическое кровоснабжение желудка, потому что при отсутствии ствола левой желудочной артерии, что бывает, когда она сразу представлена множеством мелких веточек, к сожалению, вмешательство провести невозможно. И у нас был один такой пациент, которому действительно технически невозможно было, мы это понимали исходно, провести эмболизацию в связи с анатомическими особенностями. Использовали, было проведено оперативное вмешательство. Проводилась всем пациентам бариатрическая эмболизация с использованием вот этих вот микрочастиц поливинилоалкоголя. И у большинства пациентов удалось сделать трансрадиальным доступом, и тем не менее у четырех трансфеморальным. Несмотря на то, что мы все-таки стараемся не упираться в снижении веса, те предварительные результаты, которые мы получили, они достаточно неплохи. Мы видим прогрессивное снижение веса, которое через полгода достигло в среднем 18%, то есть почти пятая часть исходной массы тела. Да, мы видим, что это разница и по килограммам, и по индексу массы тела, и что особенно важно для эндокринологов, что это уменьшение, преимущественно за счет окружности талии, то есть это уменьшение висцеральной жировой массы. Опять же, поскольку мы говорим именно о метаболическом здоровье, нам важно, чтобы пациенты теряли жировую массу без потери мышечной, мы оценивали уровень адипонектина, и уровень адипонектина вырос значимо через полгода после эмболизации в среднем в два раза по сравнению с исходным. В отношении уровня грелина наблюдалась обратная динамика. Мы видим, что к шестому месяцу грелин снижался, снижался больше, чем в два раза, в среднем на 65%, что действительно говорит о том, что данная методика позволяет уменьшить продукцию грелина в клетках дна желудка. В отношении уровня лептина, который исходно у большинства пациентов был или выше нормы, или находился на верхней границе нормы, мы тоже видим, что значимое снижение на 62%. И вот эта вот динамика снижения лептина и повышения адипонектина позволяет нам рассчитывать на то, что такое вмешательство будет сопровождаться очень значимыми изменениями, улучшениями в параметрах метаболического контроля для эндокринологов, когда мы работаем с пациентами с нарушением углеводного обмена. Конечно, очень интересны параметры углеводного обмена и показатели репидного спектра крови. И мы видим с вами, что здесь действительно существенное снижение глюкозоплазма натощак в отношении уровня инсулина. Исходно мы, опять же, у большинства пациентов имели или верхнюю границу нормы, или превышение этой границы. Через полгода лечения у всех пациентов уровень инсулина натощак достиг нормальных, характерных для здорового человека значений. Очень интересная история касается биоимпедансного исследования наших пациентов. Действительно, мы с вами видим, что доля жировой массы через полгода после проведенного исследования четко коррелировала с уровнем как лептина, так и адипониктина, снижалась. То есть действительно мы получали очень хороший результат в отношении уменьшения ожирения, еще раз учитывая наши результаты по уменьшению окружности талии, ожирения висцерального. Тоже интересная история. Мы делали пациентам гастроскопию, естественно, исходно перед проведением эмболизации, чтобы убедиться, что нет никаких проблем, связанных с язвенными или эрозивными поражениями ЖКТ. Если такие были, мы проводили лечение и только потом отправляли пациенту на эмболизацию, потому что мы прекрасно понимали, это было описано другими исследователями, что несмотря на достаточно обильное кровоснабжение желудка из большого количества артериальных стволов и разветвленную сеть анастомозов, перекрытие такого крупного артериального ствола, как левая желудочная артерия, практически неизбежно приводит к развитию ишемического гастрита и появлению микроэрозии. Нужно сказать, что выраженный болевой синдром после эмболизации, собственно говоря, я думаю, что хирурги хорошо с этой манипуляцией знакомы, и гинекологи, и урологи, и общие хирурги используют эмболизацию для лечения различных заболеваний и доброкачественных, и злокачественных опухолевых. Так вот, эмболизация часто сопровождается достаточно выраженным болевым синдромом, связанным с ишемией эмболизированного органа. Из наших 23 пациентов выраженный болевой синдром, который потребовал применения серьезных препаратов, анальгетиков наркотических возник только у одного пациента и, наверное, все-таки имел под собой больше какую-то психоэмоциональную основу, поскольку мы проводили этому пациенту гастроскопию, как и всем, на первый, третий, пятый день и не видели у него каких-то грубых изменений слизистой желудочно-кишечного тракта. При проведении гастроскопии на третьи сутки мы видели обычно выраженную аномизацию на дна желудка, что, собственно говоря, и является одним из механизмов результата того оперативного лечения, которое мы проводили. У ряда пациентов возникали микроэрозии, более глубоких, серьезных поражений. Мы не видели ни у кого. И проводили в такой ситуации, если видели, изменение лечения сукроэльфатом, который создавал просто защитную пленку на этих эрозиях, предотвращал дальнейшее повреждение слизистой желудка. Через полгода после проведения эмболизации левой желудочной артерии мы видим, что слизистая желудка имеет уже практически нормальный цвет, нормальную структуру, и здесь нет тех морфологических изменений, которые мы встречаем на начальном этапе. Опять же, сегодня у нас была конференция российско-французская, тоже посвященная проблемам ожирения, и мы тоже показывали свои результаты, и коллеги задали вопрос, а не повредит ли, не повлияет ли вот такая эмболизация, не будет ли она противопоказанием для дальнейшей бариатрической хирургии, более серьезной, если в такой ситуации будет необходимость, раз один артериальный ствол мы все-таки из кровообращения выключили. Но согласно и нашим наблюдениям, и результатам тех исследований, которые были, все-таки постепенно кровоснабжение желудка из других артериальных стволов постепенно восстанавливается, и вероятнее всего через год после проведенного оперативного лечения ничем не отличается от исходного, возможно просто, что эти коллатеральные сети, они образованы ветвями других крупных снабжающих желудок артери. И какие выводы можно сделать по тем результатам, которые мы имеем? Да, конечно, то снижение веса, которое наши пациенты имеют, ну и сравнится с эффектом больших бариатрических операций. Тем не менее, у нас есть пациенты, и учитывая большой уже период наблюдения, могу сказать, что это примерно четверть пациентов, которые удерживают достигнутый результат и даже продолжают снижать вес. Собственно говоря, вот один из пациентов, такой у нас фидбэк был, совсем недавно снизил вес на 68 килограммов от исходного. Он был эмболизирован в самом начале, это было еще в конце 2017 года. Действительно, исходно и через полгода после эмболизации левой желудочной артерии мы получаем с вами статистически значимое снижение гормона горелина и лептина, которые имеют положительную корреляцию с динамикой массы тела. Действительно, на фоне применения этой методики мы увидели значимое увеличение высокомолекулярного адипонектина, а это один из любимых маркеров нашего учителя Александра Сергеевича Аметова. И мы его оценивали в разных исследованиях на разных препаратах, которые способствуют снижению веса и действительно максимальный результат увидели именно при эмболизации левой желудочной артерии. Действительно, это хорошая возможность положительно повлиять на параметры углеводного обмена, не меняя никаким образом то лечение, которое пациент получал. Большая часть пациентов получала или монотерапию, или комбинацию не более двух пероральных сахароснижающих препаратов. И еще один важнейший момент, что действительно мы получаем именно тот результат, который позволяет рассчитывать на то, что мы влияем не просто на массу тела, а на жировую массу, на висцеральную массу. Это те результаты, которые мы видим при биоимпедансном анализе. Собственно говоря, все, что хотела вам сегодня рассказать по нашим результатам. Спасибо вам большое за внимание. Если будут вопросы, постараюсь на них ответить.